Шалом дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава называется ВАЭРА. Здесь интересно начинается перечисление 12 колен. Но перечислены всего 3 колена. Почему это так? Допустим, пишется так. Ревен. Первенец. Якова, сыновья Ревена, Ханох, Палух и Цроны, Карми. Точно так же, как мы читаем с вами в главе ВАЭГАШ. После этого написано, сыновья Шимона, Немуэль, Ямина, Агаты, Яхин и Цахар и Шаульцин, Кланьянки. Хорошо. Все то же самое, что и в главе ВАЭГАШ. 210 лет прошло, прекрасно, все сохранилось. Хорошо. Потом сыновья Леви, держонки Гатты брали. Хорошо. Так почему перечислены хотя бы только 2 колена или ВИТ-третье? Почему дальше не перечисляются колена? И Раши говорит, в благословенной памяти, Рабишлома и Цахаки, он говорит, что Яков в главе ВАЭГАШ порицает сыновь Ревена, Ревена само порицает, говорит, потому что ты зашел на ложе отца своего, осквернил того, сходившего на постель мою. Потом он порицает Шимона и Леви, Шимона и Леви братья, орудия грабежа, свойственные им. И тогда получается, что они как бы люди недостойные. Но Раша говорит, здесь Всевышний для того их поставил нам, чтобы мы знали, что эти люди такие же достойные, как все остальные. Поэтому он отдельно, специально привел их родословную. Потом написано, родословная Леви, сыновья Леви, гершонки, гады, бралии, а потом писано, что век жизни Леви 137 лет. Ну для чего нам знать нужно, сколько прожил Леви? Наши мудрецы говорят, для того, чтобы знать, когда началось египетское рабство. Написано, умер Иосиф и все его братья, все это поколение, и застанали сына Израиля. Отсюда мы знаем, что когда умер последний, последний был Леви, вот 137 лет. Из этого мы знаем, что рабами мы были из 210 лет пребывания в Египте, 116 лет. Потом написано, сыновья, гершона, левнейшими, а вот написано, сыновья кигата, амрабец гар, хеврон, эузеель. И век жизни кигата был 133 года. Хорошо. Потом написано, что век жизни Амрама, Амрам это папа Маши, 137 лет. Ну для чего нам это знать? Ведь не за всех все расписано, сколько кто прожил. Мы, допустим, не читаем, что Ягуда прожил столько лет. Это не пишется. Араби Шломальский говорит, он говорит так, значит, написано время пребывания сынов Израиля в Египте, 430 лет. Хорошо. Но наши мудрецы говорят, что мы там жили в 210. А люди говорят, да нет, раз написано 430, то 430 есть, как Тора пишет, так есть. Так и надо понимать. Хорошо. Кегат вошел с нами в Египет. Допустим, он прожил все свои 133 года, родил Амрама, умер в тот же день, последний день жизни, умер. Амрам прожил 137 лет, в последней своей жизни зачал Маше, умер. Маше 80 лет, когда мы выходим из Египта. Ну, сложим все эти числа. 133, 137, 80, будет 350. Тогда никак не получается, что мы могли жить в Египте и 430 лет. Тут мы не можем это, никто не может туда это доказать. Это невозможно. Тем более, что они нормально рожали друг друга, они в последний день своей жизни. Допустим, мы знаем, что Баас, да, он переспал своей женой род, первый брач на ночь и умер. И она родила Аведа, Аведа родил Иша, Иша родил Давида. Это мы знаем. Но этот случай, мы знаем, но здесь же такого не написано, то они нормально друг друга рожали. И мы знаем, что Яков вошел в Египет, когда ему было 130 лет. Тогда мы знаем, что вход в Египет это 2238 год. Откуда мудрецы взяли, что вышли мы из Египта в 2448 году? Где не взяли это? Дело в том, что написано, Всевышний говорит Авраму, что потомки твои будут чужой стране, их угнетать будут 400 лет, а по силу идут с большим достоянием. Когда Аврама появился потома Ица, когда ему стало 100 лет, Всевышний сказал 400, прибав к этой дате 400, и будет ровно 2448 год. Если мы отнимаем от 2448 2238, получается 210 лет мы были в Египте. Вот так. Потом написано и взял Амрам, Еховед, тетку Суисев, жены, и она родила ему Агарона и Маше. Хорошо? Мы знаем из нашей традиции, что Амрам никаких грехов в жизни не совершал. Он совершенный праведник. Четыре человека на земле были, которые грехов не совершили за всю жизнь. Вот один из них Амрам. Хорошо? Если он не совершал никаких грехов, как же он мог жениться на своей тете, на родной сестре своего папы? Тем более мы знаем, что он второй раз жениться на своей бывшей жене, которая была замужем и родила отдельно Эльдада и Мейдада. После того, как фараон начал тепить детей, он развелся с женой и она вышла замуж. Как он мог такие нарушения сделать? Если он совершенный праведник, это же невозможно. Если он не назван был бы совершенным праведником, то это было другое дело. Но может как-то можно это понять, но дело в том, что скорее всего он не обязан был выполнять западе Торы, пока ее на себя народ не принял. Мы же Тору принимаем позже, мы же принимаем Тору на горе Синай, и это будет год 2448, 6-е Сивана. А здесь совсем другое время, на 80 лет раньше, даже больше, потому что его дочечка Мирьям родилась еще на 5 лет раньше, то скорее всего он должен был соблюдать в то время только 7 западей Солей Ноя. И там такого запрета нет, поэтому он ничего этим не нарушил. Другое объяснение у нас нет. Вот так. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Игорь бен Лев, Берта бен Исраэль, Павел бен Эфим, Самый Бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, Владир бен Григорий. За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Исхак, Борис Бен Мерия, Анна Бат Ривка, Полина Пер Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евген Эстер, Двэра Бат Мерия, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Мэль, Евгений Ира Бат Вера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Мазал Параса Сгула Ирина Батури, Арон Ария Бен Загрос Шедух Арон Ария Бен Двойр, Ария Бен Ахум Авикаль Бат Цара Хана Бат Аврагам Рафаэль Ария Лейб Бен Лариса Параса Ибрют Ларина Бат 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 Марина Всего хорошего Легу Марченко Всем Браха Параса Каван Мазал Топ Что мы Это время Не грешили Учили Тору Всем Все Самого Лучшего Всем Желаю Крепчайшего Здоровья Пусть Законится Скоро Эта Война И до Следующих Встреч Надеюсь Остается Завтра В 15 Часов Шаолом